Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из поучений Святаго Иоанна Златоустова на книгу «Деяния апостольских». Главные блага мы получаем в крещении. Отпущение грехов, освящение, причастие Духа, усыновление, вечную жизнь. Чего же еще хотите? Знамений? Но они упразднились. Ты имеешь веру, надежду, любовь, которые пребывают, их ищи. Они больше знамений. Ничто не может сравниться с любовью. Любовь из них больше, говорит апостол в 1 Коринфянам 13,13. Ныне же любовь оскудевает. Осталось только имя ее, а на деле ее нет. Но разделились мы между собою. Что делать, чтобы соединиться? Ведь легко обличать, но это только половина дела. Нужно еще показывать, как устроить общение. Нужно о том позаботиться, как нам соединить разделившиеся члены. Не о том только нужно заботиться, чтобы нам принадлежать к единой церкви или содержать один и тот же догмат. Но не хорошо то, что, имея общение друг с другом во всем прочем, мы не имеем его в необходимом. И, по-видимому, находясь в мире со всеми, не соблюдаем мира между собою. Не на то, смотри, что мы не ссоримся между собою каждый день, но на то, что у нас нет истинной и искренней любви. Нам нужны обязания и лей. Лука 10, 34 Вспомним, что любовь есть признак учеников Христовых. Евангелие от Иоанна 13, 35 Что без нее все прочее не значит ничего. Что она есть дело нетрудное, если захотим иметь ее. Да, скажут, мы знаем это, но как достигнуть этого? Что нужно, чтобы она была у нас? Как сделать, чтобы мы любили друг друга? Наперед устраним то, что противно любви. Тогда приобретем и ее. Пусть никто не помнит зла, не завидует, не радуется о зле. Это препятствует любви, а другое способствует ей. Недостаточно уничтожить препятствия, нужно иметь и то, что способствует. Действие, нарушающее любовь, а не созидающее, исчисляет сирах. Именно. Поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство. Сирак 22, 25 Для тех иудеев, как людей плотских, это было достаточно. Для нас же нет. Не этому только учим вас, но и другому. Для нас без любви все бесполезно. Пусть будут у тебя бесчисленные блага, какая в том польза. Пусть будет богатство, роскошь, но без любящих тебя, какая в том польза. Нет блага прекрасней этого даже в житейском отношении. И напротив, нет ничего хуже вражды. Любовь покрывает множество грехов. Первое послание Петра 4, 8 А вражда, напротив, подозревает и то, чего нет. Недостаточно только не быть врагом, нужно и питать любовь. Вспомни, что так повелел Христос, и этого довольна. Самая скорбь содействует любви и укрепляет ее. Но что же скажут теперь, когда нет скорби? Объясни, как нам стать друзьями? Ну скажи, ну скажи мне, разве у вас нет каких-нибудь друзей? Как вы стали друзьями? Как остаетесь ими? По крайней мере, пусть никто не враждует против другого, и это немаловажно. Пусть никто не завидует. Незавидующий не может быть и клеветником. Все мы живем в одной вселенной, питаемся одними и теми же плодами. Этого мало. Мы сподобляемся одних и тех же таинств, одной и той же духовной пищи. Вот побуждение к любви. Но как скажут нам сохранить теплоту любви? А что возбуждает любовь плодскую? Телесная красота. Сделаем же и души наши прекрасными, и будем питать любовь друг к другу. Ведь нужно не любить только, но и быть любимыми. Сделаем сперва это, то есть чтобы нас любили. Тогда легко будет и то. Как же сделать, чтобы нас любили? Будем добрыми, и мы достигнем, что всегда будут любящие нас. Пусть каждый заботится не только о приобретении имущества, или рабов, или домов, сколько о том, чтобы быть любимым, чтобы иметь доброе имя. Доброе имя лучше большого богатства. Притча 22.1 То постоянно это скоро приходящее. Это можно приобресть, а этого нельзя. Кто заслужил недоброе имя, тому трудно освободиться от него. А бедный с именем добрым скоро может сделаться богатым. Пусть один имеет тысячи талантов, а другой сто друзей. Последний богаче первого. Будем же делать это непросто. Но как бы совершая куплю? Как же это? Сладкие уста умножат друзей, и доброречивый язык умножит приязнь. Сирахов 6.5 Будем иметь уста исполненные хвалы и нравы чистые. С такими свойствами нельзя скрыться. Посмотри, какие узы любви придумали внешние язычники. Кумовство, соседство, родство. Но у нас есть нечто больше всего этого. Это священнейшая трапеза. Между тем, многие из нас, приступающие к ней, даже не знаем друг друга. Это происходит, скажут, от многочисленности. Нет, от нашего нерадения. Три тысячи. И пять тысяч верующих было в начале, и все они имели единую душу. Деяние 4.32 А теперь и не знают друг друга, и не стыдятся этого, ссылаясь на многочисленность. Кто имеет много любящих его, тот не преоборим ни от кого. Тот сильнее всякого властителя. Не столько оруженосца охраняет последнего, сколько первого, любящий его. Он и славнее того. Один охраняется своими рабами, а другой людь неравным ему. Одного охраняют не по своей воле и из страха, другого добровольно и без страха. Чудное бывает здесь явление. Единство во множестве и множество единстве. Как в игре на гуслях, хотя звуки различны, но симфония одна. Один и музыкант, играющий на гуслях, так и здесь. Гусли — это любовь. Звуки — это происходящие от любви дружеские речи, производящие все вместе одну и ту же гармонию симфонию. Музыкант — это сила любви. Она издает сладостные пения. Я хотел бы, если это возможно, ввести тебя в такой город, где была бы одна душа, то увидел бы, какое там согласие, сладостнейшие все гусли и всякой свирели, не издающие ни одного нестройного звука. Это согласие доставляет радость ангелам и самому Господу ангелов, служит приятным предметом зрелища для всех сил небесных, укращает ярость демонов, обуздывает порывы страстей. Это согласие не только укращает страсти, но не пропускает и восставать им, и производит великое молчание. Как на зрелище все в молчании слушают хор играющих, и не производят ни малейшего шума, так и улюбящий друг друга. Когда любовь поет песнь свою, все страсти усмиряются и успокаиваются. Как звери обузданные и укращенные, а где вражда, там все напротив. Ну не станем говорить теперь о вражде. Будем говорить только о любви. Скажешь ли что-нибудь опрометчиво, никто не осуждает, но все извиняют. Сделаешь ли что-нибудь, никто не имеет подозрения, но оказывает великое снисхождение. Все готовы подать падающему руку помощи, все охотно стараются поднять его. Поистине, любовь и скрепкая истина неприступны не только для людей, но и для дьявола. То окружен множество любящих его, тот не может впасть в опасность. Нет ни у него поводов ко гневу, но всегда он чувствует сердечное спокойствие, радость и веселье. Нет поводов к зависти, нет случаев к памятозлобию. Посмотри, как легко исполняет он и духовные и житейские дела свои, что может сравниться с ним. Он как бы город отовсюду огражденный стенами, а тот, не имеющий любви, как бы город ничем не огражденный. Быть виновником любви – это великая мудрость. Уничтожь любовь и разрушишь все, не спровергнешь все. Если же подобие любви имеет такую силу, то какова должна быть сама истинная любовь? Итак, увечеваю вас. Будем стараться, чтобы были любящие нас. Пусть каждый упражняется в этом искусстве. Ну вот, я скажу, забочусь об этом, а тот не заботится. Зато и большая награда ожидает тебя. Так скажешь, но это трудно. А чего скажи мне? А я говорю и уверяю, что если только 10 человек из вас соединится, и вы приметесь за это дело, подобно тому, как апостолов за дело проповеди, или пророки за дело учения, если так и вы будете приобретать друзей, то получится великая награда. Устроим себе изображение царя – это признак учеников. И не делаем ли мы более, чем если бы вложили в них силу воскрешать мертвых? Диадема и Парфира – отличие от царя. Без них хотя бы на нем были золотые одежды, но он не является царем. Так и ты усвой себе этот признак и приобретешь любящих и для себя, и для других. Никто, будучи любим, не станет ненавидеть. Изучим эти краски, какими пишется, из каких составляется это изображение. Будем приветливы, не станем ожидать этого со стороны ближних. Не говори, если я вижу, что другой выжидает, то, сделав это, я унижаюсь пред ним, напротив. Если видишь его в таком состоянии, то сам предупреди и угоси страсть его. Ты видишь больного, для чего же усиливаешь болезнь его? О том особенно и больше всего будем стараться, чтобы друг друга предупреждать в почтительности. Римлянам 12.10. Не думая, чтобы отдавать предпочтение другому, значит унижать самого себя. Предпочитая другого, ты отдаешь честь самому себе, делаясь достойным большей чести. Будем же уступать всегда первенство другим. Не будем помнить сделава нам зла, но только добро. Ничто так не приобретает нам любви других, как язык исполненной благодарности. Уста, готовые на похвалу, душа негорделивая, отсутствие тщеславия, презрение к почестям. Если будем исполнять это, то соделаемся неуловимыми для сети дьявола и тщательно упражняясь добродетели, сподобимся благ уготованных любящим Бога, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.